Май – это, кажется, время особой благотворительности, однако депутат Городского совета депутатов Наталья Ильницкая так не считает. Поддержка тех, кому нужна помощь – это обязанность каждого ответственного предпринимателя вне зависимости от красных дней в календаре, говорит Наталья Емельяновна, продолжая вот уже не один год совершать добрые дела. Я искренне хочу поздравить всех ветеранов с Днём Победы, сказать им огромное спасибо за то, что мы сегодня можем спокойно жить и работать под мирным небом. Мы всегда будем помнить о подвиге ветеранов и никогда не забудем, они всегда останутся в наших сердцах. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, любви и, конечно, мирного неба. Вместе с председателем Городского совета ветеранов Марии Гладун женщины отправились по четырем адресам. Как и полагается, не с пустыми руками, хотя, как признаются сами ветераны, ценно другое. Доброе слово, душевная беседа за чашкой чая, а главное – быть человеком открытым и неравнодушным, к примеру, как сегодняшние гости. Быть честным, настоящим человеком, помнить, что ты живешь среди людей, что люди в тяжелую минуту тебе помогут, но ты старайся людям тоже помогать. Следующие адресы для посещения обязательные. Здесь проживает 87-летняя Мария Кутровская. Она активный участник ветеранского движения в городе. О своей долгой и крепкой дружбе с Натальей Леницкой Мария Яковлевна может говорить бесконечно. Наталья Емельяновна, я каждый раз, когда мне приходилось давать где-то интервью, это человек такой, что надо, наверное, на республику одна Емельяновна, такая у нас, на всю республику. Ее и Минск знают, и в Москве ее знают, везде знают. Сколько она помогала людям. И мы сошли с ней по характеру. Не остались без внимания и те ветераны, которые не выходят из дома. К ним домой с поздравлениями, цветами и подарками пришла неравнодушная молодежь Ленинского района города в рамках патриотического проекта «Цветы Великой Победы». Главное сказать спасибо ветеранам за этот праздник, за то, что мы можем их увидеть, то, что мы молодежь, и главное нам посмотреть, поговорить с ними, подарить им подарки. У волонтеров «Доброе сердце» в списке посещений стояло шесть адресов. Приехали ко всем. В некоторых домах своими поздравлениями молодежь смогла растрогать родных ветеранов до слез. А вот по шестому адресу не оказалось никого. Ветеран уже ушел из жизни. А потому столь важно успеть сказать нашим седовласым героям спасибо за победу.